Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Заброшенные промзоны в Самаре вновь обретут жизнь. Регион может стать пилотным для реализации федеральной программы. Снежная битва. Более 4 тысяч тонн снега вывезли из Самары за минувшие сутки. Болеешь диабетом? Проверь зрение. Бесплатная программа глазной больницы области. Новогодние каникулы кончились. Как справиться с депрессией? Московские гости. В Самару идут крещенские морозы. Парк дружбы народов в микрорайоне Волгарь в Самаре откроется весной следующего года. Создание уникального этнографического комплекса стало темой обсуждения на встрече губернатора Николая Меркушкина с председателем Союза народов Самарской области Ростиславом Хугаевым. Парк дружбы должен стать новым туристическим центром Самары. По соседству там расположится более 20 национальных домов и подворий. Оформлены они будут в соответствии с традициями народов, живущих в Самарской области. Каждый дом будет и своеобразным музеем, где выставят предметы быта, костюмы. Парк уже попал в гостевые маршруты чемпионата мира по футболу. Основная часть комплекса должна открыться уже осенью. Завершить создание парка дружбы народов планируется к маю 2018-го. Здесь высадят около 400 деревьев. Летом появятся пешеходные дорожки. Практически готовы и проекты интерьеров каждого из национальных домов. К их оформлению планируется привлечь и национальных мастеров. Глава региона предложил усилить историческую составляющую этнографического комплекса, развивать в том числе археологическое и краеведческое направления. Может быть какие-то исторические вещи, историю края Самарского, может быть археологические какие-то вещи. Не всегда у людей вызывает дополнительный интерес. Там природа, вода, озера. В этом смысле будет место очень и очень притекательное. Я уверен. Дома в том числе деревянные надо их хорошо. Заброшенные промзоны в Самаре вновь обретут жизнь. Регион может стать пилотным для реализации федеральной программы. Как будут реализовывать проекты пожилой застройки бывших промышленных территорий в Самаре и области, губернатор Николай Меркушкин обсудил с министром строительства региона Александром Баландиным. В Самаре новые кварталы могут появиться на месте бывших заводов 4-го ГПЗ и ЗИ. Федеральное правительство подготовило программу содействия для регионов при освоении таких участков, в частности строительство коммуникаций и помощь в подключении к сетям. Жилье может быть значительно более доступным, чем условия сегодня есть. И в целом на рынок жилья может повлиять тоже позитивно, как и застраивающиеся наши микрорайоны. На некоторой территории есть уже и готовые документации, и планировка по застройке, и социальные объекты, то есть и школы, и детские сады. И вот как раз Федерация готова поддерживать темы этого управления. На рабочей встрече также обсудили вопрос строительства стадиона Самара-Арена. Николай Меркушкин отметил, что в короткие сроки необходимо окончательно урегулировать вопрос по материалам для кровли спортивного объекта. В центре внимания и строительство Ледового дворца на Молдогвардейской и нового речного вокзала в Самаре. Эти вопросы необходимо решить в кратчайшие сроки и приступить к строительству, подчеркнул губернатор. Пока москвичи отходят от аномальных морозов, в Самаре к ним только готовятся. Сейчас в городе уже похолодало, а точнее температура пришла к зимней норме. Так стоит ли ждать сильных морозов в ближайшие дни? Со специалистами Самарского гидрометцентра побеседовала Валерия Макарова. Новости о московских морозах сразу вызвали обсуждение среди самарцев, ждать ли аномальных похолоданий и у нас. Синоптики отвечают уж точно не в ближайшую неделю. Температура днем будет держаться в районе минус 12, а это для января норма. В принципе, погода уже похожа на январскую. Это не то, что было в начале января, которое напоминало нам октябрьские температуры. А сейчас более-менее такой стабильный температурный режим. Особых морозов мы не ожидаем, сильных морозов мы не ожидаем. Среди горожан есть мнение, что ждать морозов стоит к крещению. Статистика, правда, говорит обратное. Но прогнозы давать пока рано. Вообще-то мороз всегда был где-то, наверное, градусов 20-25 обычно. Ну, это, знаете, те времена, когда жил Пушкин, ей капитанскую дочку создавали. Тогда действительно были морозы по 30 с чем-то. Это в этих местах примерно. Но сейчас, вы видите, вся погода меняется немножко. Статистика последних 30-35 лет показывает, что в большинстве случаев в это время стоит теплая, ну, комфортная погода. То есть сильных морозов обычно не бывает. То есть, может быть накануне или после крещения. Впрочем, статистика – это скорее тенденция, а не правило. Так что ждут ли нас крещенские морозы в этом году, синоптики скажут только к концу недели. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Больше 4 тысяч тонн снега вывезли из Самары за минувшие сутки. Со снежными заносами боролись 2,5 тысячи дворников и 125 единиц спецтехники. Достаточно ли усилий приложили управляющей компанией и насколько чисто убрали. Обсудили на совещании в департаменте городского хозяйства. Лариса Шалафаст продолжит. Во дворе на улице Партизанская большая уборка. На очистку двора от снега вышли дворники и тяжелая техника. Работы много. Справлялись бы быстрее, говорят рабочие, если бы жильцы шли навстречу и вовремя убирали свои машины. Особое внимание и кровлям. Сейчас в городе очищено не больше 50 процентов крыш. Из-за перепадов температуры сосульки образуются быстро. Поэтому вовремя убранная снежная шапка залог безопасности людей. В том случае, если кровля не убрана, если есть опасность падения сосульки, желобов, сосвесов, в любом случае огораживается лентой защитной. И большая просьба жителям города обратить на это большое внимание, потому что эти случаи были и в прошлом году, и в позапрошлом году, и в этом. Если висит лента, то лучше обойдите. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства первый заместитель главы города Владимир Василенко оценил работу коммунальных служб неудовлетворительно и поручил в ближайшее время бросить все силы на уборку. Никакие отговорки приниматься не будут. Тех, кто не справится, ждут штрафы. Районы – это ваши функции. По закону. Техника есть, деньги есть, люди есть. Остается только одно – организовать работу. Вот сегодня и завтра, если эта работа не организована, беспощадно через административные комиссии. Подчеркиваю – беспощадно. Также Владимир Василенко поручил в ближайшее время проверить участки возле всех торговых точек в Самаре. Весь город должен быть убран до конца недели. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. В Самаре карантин в школах продлится до конца недели. На сегодня эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышает норму почти на 28%. Напомню, каникулы в нескольких школах из-за карантина начались раньше времени – 29 декабря. Похожая ситуация складывалась в Самаре в феврале 2016 года. В дальнейшем учебные заведения стали закрываться по всему региону. Что касается взрослых, то для них новогодние каникулы в этом году длились только 9 дней. На день меньше, чем в 2016. Но по решению Министерства труда длительные праздники еще будут впереди. Так, по 3-4 дня отдыха запланированы в феврале, мае, июне и ноябре. 1 января в воскресенье перенетено на 24 февраля. И на День защитников Отечества придутся 4 выходных с 23 по 26 февраля. А вот на Международный женский день будет лишь один день отдыха. 8 марта в этом году выпадает на среду. Нерабочими объявлены дни с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. По 3 выходных запланировано ко Дню России с 10 по 12 июня и ко Дню Народного Единства с 4 по 6 ноября. На работу как на праздник способны выходить не все, особенно после череды новогодних торжеств. Обычное дело, когда во время каникул сбились все жизненные ритмы, режим сна, питания и физической активности. Чтобы восстановиться быстро и безболезненно, психологи советуют не перенапрягаться в первую рабочую неделю. Раскачиваться постепенно. И лучше вообще уходить с работы пораньше. Как влиться в работу легко, узнала Марина Матвейшина. Салюты от гремели, оливье съедено, желания загаданы. Пора выходить на работу. Первые дни после долгих новогодних каникул для многих оказываются невыносимыми и тяжкими. Корреспонденты телеканала «Самара ГИС» не унывают и раскрывают свои секреты, как они справляются с посленовогодних Андрой и включаются в работу. Я просто стараюсь не акцентировать внимание на том, что после праздников нужно сразу врубаться с головой в работу и сворачивать горы. Я просто приступаю к своим обязанностям, не стараюсь делать многое, я делаю то, что от меня нужно. И постепенно вхожу в ритмы, и проблем никаких у меня не возникает. Я очень сильно люблю спорт, и поэтому я вдохновляюсь спортивными мероприятиями. Когда я вижу что-то удивительное на спортивных площадках, меня это как-то мотивирует, и я стараюсь быть лучше. Я вот даже себе на рабочем месте повесил свой самый любимый спортивный момент 2016 года. Я не пытаюсь даже справиться, я просто заедаю горе шоколадом и запиваю чаем. Этот метод советует взять на вооружение и профессор Константин Лисецкий. Немного смешать работу и воспоминания о прошедших каникулах. Такой коктейль, уверен он, окажет целебные действия на сбившиеся жизненные ритмы. Придя на работу, конечно, первый день лучше всего это рассказывать друг другу, как прошли праздники. Причем истории нужно придумать заранее, чтобы было интересно. Остатки там салатика принесли с собой, кто-то там тортик, поговорили, все чаю попили, разошлись. И дальше вот входят в работу очень легко люди. Возвращаться в работу будет проще и легче, если рассматривать ее не как тяжкую обузу и трудовую повинность, а как новые возможности для достижения тех желаний, которые мы загадали под бой курантов в новогоднюю ночь. И даже если кто-то что-то забыл или, может быть, недосказал, у нас в России есть уникальная возможность сделать это еще раз на Старый Новый год. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков, События. В Самаре в течение трех месяцев все пациенты с диагнозом сахарный диабет смогут бесплатно проверить зрение. Самарская областная глазная больница запустила специальную программу. По утверждению специалистов, поражение сетчатки глаза – одно из самых частых осложнений сахарного диабета, которое приводит к необратимой слепоте. Но своевременно обнаруженные изменения на глазном дне позволят этого избежать. Андрей Горгуленко продолжит. Александр Бастрыкин уже 10 лет живет с диагнозом сахарный диабет. Никаких жалоб на ухудшение зрения не было до недавнего времени. Все нормально, вроде нормальное зрение было, как у Сокола. Телевизор могу, а газету только, что газету увидеть смогу и все. Резко падать. Начал я из-за этого обратился. Александр совершил ошибку, как и все пациенты-диабетики. Пока зрение не подводил, а на консультации не приходил. Хотя проверяться нужно каждый год. Пациенты должны знать, что любой пациент, имеющий диагноз сахарный диабет, находится в группе риска после патент. Поэтому, несмотря на высокие визуальные функции, пациент имеет риск развития слепоты. Причем риск развития слепоты у них выше в 25 раз чаще, чем у людей в общей популяции. На консультации у пациентов проверяют остроту зрения, внутриглазное давление и осматривают глазное дно специальными линзами. Все это помогает уже на ранних стадиях увидеть не только кровоизлияние и изменение сосудов, но и утолщение сетчатки глаза. Таким образом, можем очень серьезно рассчитывать на то, что будет обеспечена полная профилактика слепоты от диабета. К сожалению, вылечить диабет мы не можем пока, но это и не наша задача. Но обеспечить профилактику слепоты от диабета, чтобы люди как минимум не ослепли от диабета, это наша задача, мы ее выполняем. С момента запуска программы «Диабет. Сохраним зрение» уже 65 человек получили консультации. Для записи на бесплатное обследование все пациенты с сахарным диабетом могут до 31 марта обратиться по телефону, указанному на экране. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. За новогодние праздники аэропорт Курумыч перевез 59 тысяч пассажиров. Куда чаще всего летали путешественники, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня чуть прибавила в цене после падения накануне. За один баррель марки «Брэн» дает 55 долларов 30 центов. Американская валюта оценивается сегодня в 59 рублей 89 копеек. Курс евро 63 рубля 11 копеек. Золото стоит 2264 рубля, серебро 31 рубль 68 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 61 рубль 86 копеек, дороже всего продать за 58 рублей 74 копейки. Самые популярные автомобили России опять подорожали. Hyundai и Kia прибавили своим бестселлером от 10 до 30 тысяч рублей. Минюст подготовил законопроект, в котором предлагает отнимать у должников жилье, даже если оно единственное. Но в Кремле считают, что эту идею еще нужно получше обдумать. А в Самаре в период новогодних праздников аэропорт Курумыч перевез 59 тысяч пассажиров. Причем больше 70% от общего числа летали за границу. В лидерах Индия, Таиланд и Чехия. На этом все. Удачи в делах. Далее коротко о других темах дня. В Сызране на станции опрокинулась цицерна с гудроном. Причиной ЧП могло стать нарушение скорости движения железнодорожного состава при маневровых работах. Авария случилась 5 января. Поезд двигался со скоростью 24 км в час и столкнулся с вагонами, стоящими на пути. Три цицерны сошли с рельс. Одна из них опрокинулась, из нее произошла утечка. Пострадала и опора контактной электросети. Из Самары на родину депортировали около 900 нелегальных мигрантов, причем более половины из них уехали за свой счет. По данным судебных приставов, как правило, гастарбайтеры въезжают в Россию через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. После 90 разрешенных суток они не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, тем самым нарушая правила пребывания в России. Нелегальных мигрантов штрафуют в санкции от 2 до 5 тысяч рублей и выдворяют за пределы страны. При этом им запрещают возвращаться в Россию в течение 5 лет. Компенсации по услугам ЖКХ будет начисляться автоматически, сообщает правительство Самарской области. Она придет на замену существовавшим ранее единовременным выплатам. Соответствующий региональный закон был принят накануне Нового года. Ранее для получения единовременных выплат гражданам необходимо было идти с документами в управлении соцзащиты. Теперь же компенсации будут начисляться без обращения граждан на основании сведений о начисленных оплаченных платежах, полученных от поставщиков жилищно-коммунальных услуг. В Самаре Южный мост планируют отремонтировать к лету 2018 года. Сейчас власти города ищут подрядчика, его определят 30 января. Согласно опубликованному на сайте госзакупок тендеру, компания должна будет обновить Южное шоссе от улицы Набережной реки Самары до улицы Уральской и отремонтировать Южный мост. Также рабочие должны будут обустроить наружное освещение, провести озеленение и благоустройство территории. Стоимость контракта свыше 190 миллионов рублей. Все работы должны быть завершены до 31 мая 2018 года. В Самаре родители с детьми пробегут на лыжах семейную эстафету во Всероссийский день снега. Забег запланирован на воскресенье 15 января. Спортивные соревнования пройдут в центре Чайка, поселка Управленческий. Их кульминацией станет семейная эстафета с участием родителей с детьми в возрасте от 6 до 12 лет. Кроме этого, для ребят 6-8 лет проведут индивидуальные соревнования. Напомним, Всероссийский день снега празднуют одновременно со Всемирным днем снега. Его отмечают уже пятый год по инициативе Международной федерации лыжного спорта. У папы Буратино сегодня день рождения. Самарский литературный музей приглашает всех желающих на бесплатную экскурсию в усадьбу Алексея Толстого. Великий писатель родился 10 января, 134 года назад. Именно в Самаре прошло детство Красного графа. Работники музея не ждут подарков. Наоборот, это они готовы поделиться с горожанами знаниями и интересными фактами из жизни классика русской литературы. Подробности в сюжете. Один шаг, и ты переносишься в далекий 19 век. Уютный свет настольной лампы. Шелест страниц стареньких книг. Блестящий самовар в обеденном зале. В усадьбе Толстого время остановилось. Кажется, что где-то в одной из комнат находится и сам писатель. Сотрудница музея Ольга Жиганова работает здесь уже второй год. И до сих пор находит вдохновение в этих стенах. Мы можем гордиться тем, что, как писатель, он, можно сказать, уже здесь начал свое творчество. Это действительно очень интересно, когда находишься рядом с вещами, которые принадлежали известному человеку. Но всегда это очень необычное такое чувство вызывает, такое желание, ну, еще больше изучить его жизнь, прикоснуться к его жизни, к его личности. Будущий великий писатель появился на свет в современном Пугачеве. 10 января исполнилось 134 года со дня его рождения. Работники музея решили отпраздновать это событие с пользой для горожан. Все желающие могут посетить бесплатную экскурсию, которая состоится 12 января. Посетители погрузят в атмосферу дореволюционной Самары, проведут по всему жизненному и творческому пути писателя. Аудитория в музее, конечно, это школьники. Конечно, потому что они изучают творчество этих писателей. Они приходят сюда с экскурсоводом, с учителем. Но бывают, конечно же, и взрослые люди, которые просто после работы, что крайне редко, потому что после работы мы спешим домой. Либо туристы, которые гуляют по городу. Интересный факт. Заключительные строки приключений Буратино Алексей Толстой написал именно в Самаре. Сказка про озорного деревянного мальчугана – одно из самых знаменитых произведений писателя. А вот как создавалась эта книга, самарцы смогут узнать на экскурсии. За таким столом Алексей Толстой начал свой творческий путь. На 16-летие ему подарили вот такой вот фотоаппарат «Кодек». Тогда они выглядели именно так. Здесь же, в Самаре, Толстой брал уроки живописи. Как видно, он был очень разносторонний человек. Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов. События. Возвращаться в привычный ритм после новогодних праздников стоит постепенно, советуют психологи. И в этом отлично помогают праздничные воспоминания. О том, как наша съемочная группа в буквальном смысле попала в сказку, расскажет Юлия Черняева. Встречайте! Якутский Дед Мороз! Жизгам! На Северном Алине! Конечно, на Олене. А на чем же еще мог приехать в Самару властелин холода? Голову северного деда венчают рога. По якутской легенде, Шисхаан, он же бык холода, создает зиму своим дыханием. А потому самарский снегопад далекого гостя не испугал. Небольшая экскурсия по резиденции, и вот уже сотни мальчишек и девчонок спешат в гости в заветную деревянную избу. Он строг и суров. Но если видит, что люди перед ним хорошие, то он точно не заморозит. Увидеть сказку своими глазами, сфотографироваться с Дедом Морозом и получить подарок от Снегурочки. От таких радостей не отказываются и взрослые. Самый волшебный момент случается, когда закрываешь глаза. И вот сейчас подумайте о самом своем советном новогоднем желании. Я загадала, чтобы всегда Дед Мороз был хорошим, приносил всем радость. Нам очень понравилось. Тут именно все сделано для детей, для родителей. Такое сказочное настроение. Даже несмотря на снегопад, настроение сразу поднимается, потому что попали как в сказку. Дом Самарского Деда Мороза – это воплощение настоящей детской сказочной мечты. Каких персонажей здесь только нет. И Баба Яга, и Василиса Премудрая, и даже волшебный снеговик. Каждый день резиденцию Дедушки посещают около двух тысяч человек. И кажется, что действительно этот проект можно назвать успешным. Резиденция Самарского Деда Мороза все новогодние праздники принимал дорогих гостей со всего света. Йолу Пуки из Финляндии, а также морозных братьев из Мордовии, Чувашии и Татарстана. С Новым Годом! С Новым Годом! Юлия Чернеева, Артем Сулайманов. События. Большой волейбол вернулся в Самару. Представлявшая Новокубышевск команда «Новы» с этого года проводит домашние матчи в МТЛ-арена. Самарцы соскучились по мужскому волейболу. Об этом говорят забитые до отказа трибуны на первом матче «Новы». Он для команды выдался непростым. Валерия Макарова расскажет подробнее. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! С вами Валерия Макарова. И я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Новокубышевская «Нова» стартовала во втором круге волейбольной суперлиги на новой для себя площадке в МТЛ-арена. Соперник – «Югра» из Нижневартовска. До этого матча команда провели между собой 22 встречи, пока побед было больше у «Югры». Зато в этом чемпионате страны «Нова» занимала восьмое место. Гости – одиннадцатое. Это преимущество и помогло новокубышевцам легко победить в первой партии – 25-13. Но потом игра показала, что этот матч не будет для «Новой» легким. Сопернику удалось собраться. Первую партию провалили. Думаю, связано это с нервозностью. Мы много игр не могли выиграть. И сегодня настраивались, прежде всего, на тяжелую игру. Но первую партию вообще команда стояла. Поэтому молодцы ребята, прежде всего, что смогли собраться и навязать борьбу. А уже дальше, когда пошла борьба, уже стало поинтереснее. Совершенно другой волейбол показала «Югра» во второй партии. Разнообразие и уверенная игра в обороне принесли гостям победу – 25-18. Но уже третий сет остался за хозяевами паркеты, и они повели в счете 2-1 по партиям. Переломной получилась четвертая четверть. Борьба шла за каждый мяч. Сначала лидировала «Нова» – 11-9, но однообразие атак не позволило команде удержать победный счет. «Югра» перевела матч в дополнительное время, где выиграла со счетом 15-12. Сегодня у нас кое-что не получилось. Возможно, рано поверили в победу в какие-то моменты и провалились, по сути дела, на простых мячах. А когда опомнились, уже, к сожалению, было поздно. Команда Самотлора набрала ход, остановить было достаточно тяжело. После досадного поражения «Нова» застряла на 8-м месте в волейбольной суперлиге. «Югра» поднялась на 10-е. Лидирует «Казанский «Зенит». Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин